Володя, спасибо. Я догадываюсь, каких трудов тебе стоило передать мне только пару интересностей с выставки, а не штук 15, например. Одной из таких привлекательных новинок стала линейка смартфонов и планшетников японской компании Fujitsu Arrows. По техническим характеристикам и дизайну серия не представляет ничего выдающегося. Операционная система Android, легкий вес, тонкий корпус, стандартная для таких устройств начинка. Все различия серии Arrows проявляются, как неудивительно, под водой. Корпус смартфонов и планшетников сделан таким образом, что гаджеты спокойно переживают погружение в жидкость. Причем не обязательно кратковременное. Согласно информации изготовителя, устройство можно погружать на глубину до полутора метров и оставлять там до 30 минут. Раньше такие штуки удавались только специализированным телефонам для экстремалов. Теперь же, как выразилась барышня на стенде Fujitsu, no more opsis. По-русски это, наверное, правильно будет сказать, больше никаких... ой, блин. Уронишь девайс в воду, спокойно, без спешки достаешь, протираешь тачкин сухой тканью и все, можно работать дальше. Как сообщили представители компании, серия Arrows уже готова к выходу в Японию. Там ее будет продавать крупнейший сотовый оператор Dacoma. В Европе и России гаджеты появятся к лету, что логично. Как раз открывается купальный сезон и водоустойчивость электронных устройств станет очень актуальной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова